сегодня буду вам отвечать на вопросы вот в таком формате но и по крайней мере на этот вопрос потому что я тут на работе и пока еще никого нет я начала смотреть ваши комментарии и мне один очень комментарий так улыбнул и мне захотелось об этом высказаться вместо того чтобы отвечать такой комментарий от ирины кромаренко она пишет что она тоже вышивает golden kite у нее golden kite она уже вышивает год и уже очень-очень сильно устала и она в перерывах вышила даже несколько dimensions и она уже как бы хочет побыстрее его закончить и что не может представить как бы потому что я высказывалась о своих планах что хочу вышивать свой хает 10 лет то есть это мой такой план я не знаю вот какого размера у нее golden kite но у меня хает это 550 на 650 крестиков то есть размерчик такой хороший но я себе план поставила вышить его за 10 лет она видимо она хочет его вышить как можно быстрее там может быть за два года но вот уже год вышивает и уже устала я вот хотела как раз таки по поводу этого сказать я наслаждаюсь своим хаедом потому что я себе поставила план на 10 лет если бы я себе поставила план на два года я бы расстраивалась из-за того чтобы каждый месяц я там не дошила каких-то какой-то свой план вот допустим сейчас я себе поставила план на 10 лет но даже если я буду вышивать по 100 крестиков в день я свой хаед должна закончить за четыре с половиной года вернее за 200 200 крестиков в день я должна закончить в моем к случае кстати полу крестиков за четыре с половиной года но если я буду там по 100 вышивать у меня на это восемь лет уйдет но я должна так сказать что я за месяц январь вышила 4 процента то есть это такая хорошая цифра и если я буду по 4 процента в месяц вышивать я его должна закончить за два года то есть не за год как многие из вас говорят что ой с такими темпами ты за год закончишь ну вот четыре процента в месяц умножить на 12 месяцев это будет только 48 процентов то есть половина то за два года бы я так вышивала но я не буду вышивать по 4 процента в месяц потому что январь у меня было на таком энтузиазме вышивала только хаед и на что-то такое небольшое отвлекалась но мне хочется все вышивать по чуть-чуть и как бы продолжать наслаждаться хаедов поэтому я себя не гоню я не устала от своего хаеда и теоретически я просто хотела сказать что наше наше удовольствие от самих процессов это в принципе все зависит от тех ожиданий которые мы сами как бы сами ставим перед собой за то чтобы мы ставили перед собой очень такие расслабленные цели реалистичные и это помогает же в принципе наслаждаться процессом то есть получать какую-то радость от этого процесса еще большую радость потому что процесс классный и куда мне спешить вот куда мне гнаться с этим процессом и стараться его закончить 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 как бы я вышиваю ради процесса заканчивать процессы я обожаю свои работы я обожаю заканчивать но сам сама вышивка вот именно в процессе продвижения работы это это безумное удовольствие от этого я не хочу отказываться не хочу себя гнать если не выполнила какую-то свой планту я расстроилась но как бы если выполняю свой минимальный план я молодец если его чуть-чуть переполни выполняю я мега молодец а если я прям гоню с этим процессом но я вообще это это конечно то есть в любом случае получается что я молодец и в любом случае получается что я рада вот я за такой подход к планированию я всегда так делаю и в своей учебе то есть я ставлю перед собой реалистичные планы и стараюсь их слегка перевыполнить и тогда я остаюсь сама собой довольна то же самое и вышивки потому что вот особенно феврале месяце мне хочется вышивать не только свой хает мне хочется вышивать и другие работы и на кростич саги и на руках и заниматься какими-то другими работами как вязанием и вот часы из бисера хочу начать то есть я хочу делать все и много и разнообразно а хает вот как я уже говорила хает для меня это такая тихая гавань куда я возвращаюсь и получаю удовольствие от вот этого вот процесса что вот есть какая-то стабильность вот хает это моя стабильность на несколько лет а все остальное это будут такие всплески и падения и ты тоже замечательно вот если мы ожидаем закончить хает за год и мы его не заканчиваем мы расстраиваемся мы от процесса устаем поэтому вот надо расслабиться поставить себе такой план на 10 лет вышить его за четыре с половиной года и гордиться этим это просто круто вот такая вот я молодец все должно быть реалистично и как бы одно дело до оставить перед собой такой план что я в день смогу вышивать по 300 или по 500 крестиков значит хает я смогу вышить там за полтора года но 300 500 крестиков вышивать один процесс каждый день одно и то же ну это так мягко сказать застрелиться как бы поэтому я так и планировала что будут дни когда я вообще не буду вышивать а будет допустим какая-нибудь суббота когда я сяду и выше 1000 полукрестиков своих то есть вот из этого расчета я и планировала поэтому я все равно повторюсь я принимаю решение наслаждаться своим процессом и вышивать его все-таки из расчета 200 полукрестиков в день и если я буду вышивать два процента в месяц это будет говорить о том что я вышиваю где-то 400 полукрестиков в день это шикарная скорость а вот когда я вышила там 8 вернее 4 процента в месяц за январь я там есть если честно вышивала 600 800 крестиков в полукрестиков в день поэтому с такой скоростью скорее всего не буду вышивать но если буду это значит таня молодец продолжаем вышивать и болтать хотелось бы с вами поделиться я все больше и больше для себя понимаю о своих привязанностях вышивки то есть сейчас я пользую разным пользуюсь разными такими как бы наборчиками техниками и я вот понимаю к чему меня тянет а к чему меня тянет меньше и меньше и меньше конечно многие из этих наборчиков я сама еще лично не пробовала но я смотрю отшивы в интернете и вот расскажу к чему меня пока еще вот не затянуло вот допустим я очень трепетно отношусь к полной зашивки мне очень нравятся процессы с полной зашивкой и такие процессы когда вот вся зашивка именно в одной технике либо крестиком либо полукрестиком но чтобы все было одинаково чтобы нигде просто взгляд не останавливался потому что когда я смотрю на наборы отшивы когда люди показывают и я вижу что к здесь полукрестик здесь крестик здесь в одном направлении здесь другом направлении у меня сразу такое ощущение лично мои такие чувства что что-то там не так и может быть так это все и по схеме так это и должно быть но я вот начинаю вглядываться и вот пытаюсь найти ну что же там не так вот лично для меня потому что я понимаю как бы если смотреть со стороны на такой процесс благодаря вот этим переплетением крестиков полукрестиков разных направлений ниточек создается ощущение такой вот объемности или вот именно этот набор подразумевает какую-то часть в этой вышивке выделить сделать более такой заметной даже вот как бы особо не вглядываясь разным направлением ниточек можно создать такой эффект что именно эта часть вышивки она начинает выделяться но мне это не нравится наверное это пока то есть я понимаю что вкусы будут меняться все будет меняться вот сейчас я полю я вглядываясь в такие наборы вот русских производителей и димэншенс тоже как бы люди любят такие наборы вышивать но вот а мне я вот вглядываясь в эти отшивы и я вижу что вот что-то там везде на на каждом крестике полукрестики в разных направлениях у меня глаз цепляется взгляд останавливается и вместо того чтобы наблюдать за какой-то целостностью картины я концентрируюсь вот на этих пытаюсь разобраться ну что же там не так и понимаю что вот разное направление ниточек разное сложение ниточек то есть я вижу как все по этому поводу восхищаются но может быть к этому прийти надо может быть вкусы у меня поменяются со временем как бы я что-то новое для себя открою но ну вот сейчас пока когда я вижу полную зашивку крестиком когда все в одном направлении у меня так такое вот расслабление и от вы вышивки таких наборов и от созерцания таких процессов у меня прям какой-то вот такой вот гладь этого полотна и она вот такая равномерная она идеальная и вот тогда я могу концентрироваться на сюжете и я должна сказать что не каждый процесс будет хорошо вышит именно вот такой вот однотонностью то есть всеми крестиками или всеми полукрестиками то есть это должен быть такой определенный сюжет потому что то есть это невозможно вышить 150 людей на маленьком процессе и всех вышить крестиками это естественно будет очень плохо смотреться и не будет четкости и это тоже некрасиво очень часто как бы у людей наверно складывается впечатление когда начинают они вышивать хаеды надо сразу вышить кучу кучу маленьких сюжетов деталей чтобы все 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 вот было мелко и чтобы там много-много таких мелких деталей было и люди наверно думают что в отшиве даже хаеда это будет хорошо смотреться но на самом деле мне лично кажется это не так вот именно поэтому вот я я наверное это еще рассказываю к тому что как я подбирала сюжет для своего хаеда если вы знаете у меня в моем хаеде главный такой элемент это филин или сова в центре то есть на весь хаед у меня будет филин теоретически он у меня будет наверное вот в реальной в реальный рост в реальный размер этого филина и у меня много разных цветов но все равно из-за того что у меня такая более-менее одинаковая палитра у меня всего 88 цветов в моем хаеде мне нету маленьких элементов у меня есть большие книги магический шар сам филин вот это вот круглое окно это синее небо такое темно синее небо ночное с гигантской луной то есть у меня все равно все такие элементы на моем хаеде они достаточно большие и мне безумно нравится как это получается если бы у меня были какие-то маленькие элементы все равно бы была видна эта пиксельность а вот в размере вот такого вот филина то есть там реально можно будет разглядывать каждое перышко и это это реально классно смотрится потом глаза потом когти этого филина которые как бы стоят на этом шаре то есть я до когтей еще не дошла я только дохожу но вот мне нравится как бы само это ощущение мне нравится что это такой большой филин я вышиваю его вот этими полукрестиками и мне нравится результат я тоже знаю что если бы я вышивала маленьких человечков таких вот 100-200 крестиков мне бы вряд ли это понравилось все-таки такие мелкие элементы всегда нужно мне кажется вышивать с бэкстичем к бэкстичу я отношусь очень положительно очень классно то есть он реально улучшает работу иногда можно даже все крестиками вышить и потом добавить бэкстич и вообще классно получается люблю ли я делать бэкстич я не могу сказать что я не люблю делать когда он имеет смысл я его делаю я так как я получаю удовольствие от результата то есть у меня и бэкстич тогда продвигается когда бэкстич ну как бы не придает ничего и я только следую по схеме это конечно скучно получается но все равно в этом такая определенная прелесть она есть либо ее можно найти но вот я для себя как бы ее нашла и поэтому для меня бэкстич тоже идет нормально у меня сейчас предстоит такой большой процесс завершения мои моего сапожка пока я еще до части с бэкстичем не дошла но это уже очень очень близко поэтому скоро буду вот сидеть и заниматься только-только бэкстичем вот это я уже вышила а так что вот так именно поэтому должна даже знаете так сказать вот я так как я люблю вышивать по наборам с по китайским набором с конвой с нанесенным рисунком и вот и есть такие сюжеты которые они в принципе перенесенные на джуй сандой эти наборы но это наборы дименшинс мне какие-то сюжета дименшинс нравится вот допустим я сейчас планирую вышивать своих волков это оригинальный набор дименшинс но этот набор именно как бы сделан с конвой с нанесенным рисунком соответственно там все зашивается крестиком и мне это нравится конечно у меня может быть что-то изменится после того как я хотя бы хоть раз вышли дименшинс и я планирую как-нибудь это сделать но мне сложно себя заставить это сделать если я пока вот смотрю на отшивы и я понимаю что ну вот если меня раздражает что-то мне сложно себя заставить даже несмотря на то что мне нравится этот сюжет но вот это сочетание крестов полукрестов я пока его еще не поняла и поэтому для меня реально надо себя будет заставлять как бы начать такую вышивку но если когда-нибудь я начну дименшинс у меня есть вот на данный момент один такой процесс который вот из дименшинс который я буду вышивать такая бабочка на черном фоне такая маленькая бабочка это маленький процесс будет и я знаю что не самый легкий процесс но сам сюжет мне очень нравится но опять же он мне нравится но не настолько чтобы я вот все бросила и начала вот преодолевать все все такие сложности с его отшива то есть пока у меня есть другие процессы в которых я получаю намного больше удовольствия вот допустим как этот хает мне реально нравится результат мне нравится что я вышиваю полукрестом и то как это вот получается вот такая гладь из этих полукрестиков все в одном направлении и они такие пухленькие то есть это реально смотрится прикольно хочу кое-что добавить по сочетанию крестов полукрестов опять смотря на ваши отшивы на фотографии на видео мне если честно ей нравится одно сочетание это когда основной элемент на работе вышит крестиком фон или как бы такой вот более-менее такой расплывчатый фон по краям или вот небо вышита полукрестом это придает такой эффект может быть при пленности цвета потому что тогда чуть чуть больше просвечивает канва и как бы такое ощущение как будто вот основной элемент он хорошо смотрится а вот это цвет по краям он так расходится и распыляется вот это мне нравится но должна сказать вот мне нравится такой эффект в таком же направлении чтобы вот полукрестик который зашивает фон чтобы он был в таком же направлении как и верхний полукрестик крестиком то есть я хочу чтобы этот полукрестик просто менял цвет крестика но при этом все равно вот эта вот гладь и однородность этого вышивального полотна чтобы она не менялась то есть полукрестик я все таки вот допустим мне нравится как они смотрятся в таком же направлении как верхний полукрестик крестика чтобы все было так одинаково вот такой такое сочетание крестиков и полукрестиков мне нравится как смотрится еще раз убеждаюсь в том что мы все разные индивидуальные и наши вкусы меняются мне очень будет интересно потом через какое-то время даже посмотреть как быстро изменится мой вкус но вот пока это так если вы видите я сейчас поменяла расположение своего станка потому что вот сейчас я сижу с другой стороны то есть обычно я всегда снимала когда камера тут и я сижу вон там напротив то есть там моя стена там мой телевизор а сейчас я вот когда сделала этот станок я его установила тут если вы видите он занимает почти весь всю длину моей моей столешницы то есть вот с этой стороны у меня сейчас кухня то есть вот у меня там даже какие-то уже принадлежности такая электроника кухонная уже стоит то есть вот чуть-чуть поменяла расположение во первых у меня видите вот такая вот лампа она с лупой интересно смогу вам показать или нет в общем здесь лупа но я лупа не пользуюсь у меня здесь 16 аккаунт вышиваю 22 иголочками в четыре ниточки полукрестика полукрестики то есть здесь все достаточно хорошо видно то есть мне не нужно лупой пользоваться опять смотрите здесь установила телефон но я уже об этом не раз рассказывала и показывала мне нравится телефон вышивка телефон вышивка и с другой стороны у меня допустим сейчас стоят какие-то другие мои вышивальные процессы там стоит станочек мышь и на нем натянут другой процессик допустим и когда мне надоедает вышивать мой хайет я просто перехожу с другой части стола и сажусь и начинаю вышивать допустим на данный момент там стоит моя золотая рыбка которую тоже я вышиваю без схемы просто нарисовала рисуночек на конве и начинаю все это обводить и разукрашивать ниточкой очень такой интересный процесс но и конечно отдельно у меня еще вышивается сапожок но сапожок сейчас я как бы чуть-чуть замедлилась с ним потому что я все вот конец февраля больше уделяю времени хайету и хайет у меня много времени отнимает и на сапожок уже как там желание не хватает особенно у меня знаете там все что надо было вышивать по конвес нанесенной схемой я уже все это закончила вышивать соответственно сейчас у меня это такой процесс стал когда мне для этого процесса нужен порыв чтобы сесть допустим начать вышивать орнамент или начать вышивать как бы украшательством заниматься вот мне сейчас на данный момент там осталось орнамент украшательство бэкстич и украшательство и потом можно будет этот сапожок оформлять то есть он уже на такой финишной прямой но когда у меня вот процессы подходят к такой финишной прямой когда у меня прекращается вот это обычная рутина когда садишься и вышиваешь как бы и особо ни о чем не надо думать и планировать вот тогда мне нужны порывы чтобы сесть одномоментно как-то закончить 1 момента оформить вот сейчас у меня сапожок уже вот на такой стадии когда мне нужен для него порыв именно поэтому я сейчас даже больше скажу я думаю насчет того чтобы все-таки начать уже набор какой-нибудь нанесенной схемой и какой-нибудь это обязательно будут мои волки скоро скоро начну не знаю на момент когда я наверное выложу это видео я вам уже буду показывать что этот набор начат потому что мне для моей ей такой ротации ежедневной еженедельной мне нужен один процесс хотя бы вот с конвой с нанесенность вернее такая такой процесс с нанесенной схемой на канву то есть это вот мне как-то нужно для моего такого душевного и внутреннего спокойствия для равновесия потому что как бы вышивать хает по кросс стич саки это все так нормально но все равно это для меня как бы не не то немного по-другому то есть то но вот немного по-другому для меня вот мне нужна такая то есть обязательно чтобы в моей ротации хотя бы был один процесс с конвой со схемой на конве хотя если вы видите я вот с вами разговариваю и вышиваю сейчас по кросс стич саки может быть у меня сейчас участок такой более-менее и опять же я вышиваю по цветам беру один цвет и вот так вот зашиваю когда зашью допустим какой-то там один ряд я беру его и зачеркиваю потом я еще думала насчет того что я бы вряд ли смогла вышивать хает по бумажной схеме то есть чем больше насчет этого думаю тем больше убеждаюсь это бы не случилось никогда потому что мне вот сейчас как у меня хает продвигается вышиваю одной иголочкой одной ниточкой и вот пока мне эта ниточка не закончится я не беру другой цвет и мне нравится так вышивать но вышивать так по бумажной схеме мне кажется это было бы мучение потому что действительно в одном крестике было вернее в одном квадратике 10 на 10 бывают такие участки когда надо то есть там я не знаю цветов и 20 может быть и 30 когда люди говорят что там может 100 разных цветов быть у меня по крайней мере такого еще не случалось но могу представить что такое может быть но все равно вряд ли вряд ли а вот большое количество цветов конечно может быть и соответственно если вы так это вышивать одной ниточкой и вот смотреть в каком направлении цвет уходит это конечно намного намного сложнее было бы поэтому я очень рада что у меня в помощниках есть кросс течь сага вот сейчас я выделила один цвет и я совершенно не ориентируюсь на другие цвета я беру и один цвет вышиваю то есть это очень так облегчает процесс поэтому кросс течь сагу для своего хаеда я обожаю еще скажу что я наверное другая причина почему я так разделила части своего стола то есть здесь у меня хаед а с той стороны какие-то небольшие вышивки обычно когда я сажусь вышивать хаед я смотрю на телевизоре свои обучающие лекции или смотрю netflix смотрю какие-нибудь шоу но по крайней мере долго я ничего не смотрела но сейчас опять как бы начала так просматривать те шоу которые давно давно не смотрела и там вышли новые сезоны новые серии и я как бы в таком положении вышивая хаед у меня так легко получается но естественно мне надо лампу чуть-чуть вот так вот передвинуть но я вот вышивая смотрю телевизор вышивая смотрю телевизор потом обучающие лекции я нашла на ютюбе очень много того что мне подходит для моего обучения я тоже создаю такие плейлисты себе и вот так вот их включаю эти плейлисты на большом экране таком среднем у меня там небольшой экран на моем телевизоре но очень так удобно смотреть и вот так вот фоном у меня идут эти лекции и я вышиваю этот хаед поэтому вот такое расположение то есть для меня хаед это мое обучение или как бы какие-то шоу на netflix а когда я вышиваю какой-то другой процесс я смотрю видео на ютюбе это уже здесь на компьютере либо на таблетке на телефон у меня сейчас вот так идеально используется для кростич саги я продолжаю проводить такие параллели между хаедом и всеми другими процессами то есть для меня сейчас хаед это такое процесс который отличается от всех за счет его глобальности и вот за счет его глобальности к нему отношение совсем другое опять повторюсь мне не кажется что хаед это сложный процесс он не сложный потому что все вышивается либо крестиками либо полукрестиками и как бы мы следуем схеме люди говорят что очень много одиночек то есть когда возникает слово хаед у человека сразу слово одиночка или много одиночек не одна одиночка очень 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 много одиночек я должна сказать что если представить какую-нибудь новогоднюю игрушку которая вышита там тридцатью цветами и такая интересная сюжетная линия на этой новогодней игрушки то есть там такое количество одиночек то есть оно равносильно наверное всему хаеду моему и и его количество одиночек и мое отношение к одиночкам это реально один крестик хорошо два крестика это тоже я отношу к одиночкам а если группа три крестика три крестика или три крестика через десять клеточек еще три крестика еще для меня это не одиночки на моем хаиде есть вот допустим вот то что я сейчас вышила у меня были такие моменты до были там одиночки но я их не вышиваю я как это делаю я когда уже вышью какие-то цвета потом я начинаю вышивать тот цвет который больше всего на работе это и остался и я уже этим цветом как бы уже все другие цвета уже вышиты и вот этот основной цвет в этой части его вышивая вышивая чтобы полностью закрыть как бы эту часть своего процесса я уже вот эти отдельные одиночки закрываю теми крестиками которых большинство в этом квадрате 10 на 10 то есть я эти одиночки не вышиваю и таких моментов у меня было не так-то и много но опять же только начало но я к одиночкам отношусь так что я их не буду вышивать их буду заменять и абсолютно нормально к этому отношусь но опять же у меня чаще бывает такое что вот три крестика 5 крестиков 10 крестиков то есть вот такие вот маленькие группы но я считаю что эти маленькие группы оправданы поэтому для меня хает не ассоциируется с количеством одиночек но опять же только потому наверное что я как только что сказала у меня вот такая гигантская сова вот на таком халиде у меня не 150 маленьких деталей поэтому мою сову как бы это мне ошиблась какой-нибудь одиночка все равно будет видно так что прям вообще если скажу всем привет куда же без кисы я тут уже болтаю и какое-то количество времени и обязательно кисе надо было прийти и тоже поболтать с нами поэтому вот все свои процессы сейчас я сравниваю с хаедом и ощущение от отшива этого хаеда они отличаются от ощущения отшива какой-нибудь маленькой работы средней или просто большой работы я как-то один раз так для меня как такое осознание произошло что для меня хаед это как то есть влюбиться встречаться жениться начать жить вместе прожить долгую счастливую жизнь и умереть в один день вот вот это хаед допустим какой-то процесс это это просто как влюбиться жениться или просто влюбиться а хаед это это период то гигантский период жизни это это много мыслей много ощущений то есть с этим процессом будет связано очень очень много я как-то провела другую параллель тоже обсуждала это со своей мамой и сказала вот для меня хаед наверное еще другой пример это как забеременеть выносить свою беременность родить воспитать ребенка и убедиться что он стал хорошим человеком вот это хаед на что мама мне сказала да ты-то откуда знаешь тебе еще детей не было ты-то откуда знаешь поэтому я эту параллель не сразу привела но у каждого это параллель и своя по крайней мере то это то как я представляю себе рождение детей и вот именно гордый за своих детей когда мы убеждаемся что они становятся хорошими людьми то есть вот это хаи этот процесс равно силен хаеду а когда мы просто влюбляемся вышиваем эту работу это все замечательно это все на эмоциях это классно это супер но хаед это другое вот такие вот отдыха еду я продолжаю петь но это потому что знаете я вот такое такие вот видео хаед на и снимаю наверное в процессе когда я именно их вышиваю в феврале я хаед вышиваю в конце февраля месяца и вот у меня сейчас все мысли о хаете 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 всем большое спасибо за очередной просмотр увидимся в следующем видео пока